Шоу начинается! У нас 7.30, самое время ехать на Юлэнде между Биллэндом и Вайлэ. Привет! Привет из фишмастера! Сейчас я вам покажу, как мы здесь все делаем. Чтобы попасть на территорию, нужно одеть специальную одежду и обязательно помыться перед этим, чтобы не принести рыбкам заразу. Делать не пуп. Это тот момент, который ждет ферма целый год. Отпускаем. Вернется в свою семью. Сейчас мы увидели самый натуральный, естественный отбор икры. Безболезненный. Рыбка осталась живая. Мы получили продукт, который высшего качества и будем предоставлять вашему столу. Расскажи, пожалуйста, как ты нашел эту ферму? Именно к этому месту я имею непосредственное отношение, так как пять лет назад я начал здесь свою работу в Дании. Это было мое первое рабочее место. Обратите внимание, какая классная тут газонокосилка. Само хозяйство, оно имеет статус свободное от болезней. И очень важно, чтобы дикие звери не могли свободно попадать сюда. Чтобы не принесли сюда никакой заразки. Получается, эта сетка натянута, чтобы птицы не могли попасть. И еще по кругу хозяйство имеет проволоку, которая под электричеством. И никакие там ни вытро, ни лисица не может подкопаться и залезть сюда. Есть очень много разных бассейнов. А в чем их различие? Это вот то, что я тебе и рассказывал. Что важно то, чтобы вы получали икру из сентября по июлю. В каждом бассейне есть разные вкусы, которые дают в разное время икру. Что позволяет иметь икру в круглый год. Да, постоянно свежую. А сейчас мы перешли в более индустриальную часть. Мы только что были в рыбной ферме, в рыбном хозяйстве. И мы видели два вида рыб. Одна индустриальная, другая более натуральная. Я хочу спросить, Игорь, какую рыбу используешь ты? В производстве своей продукции я категорически использую только эту рыбу в природных, натуральных условиях. Потому что качество мяса, структура мяса, процент жира в этой рыбе значительно лучше. И вот то, что новая, индустриализованная, она в больших группах, в водах искусственно насыщена кислородом. Она стоит и течение, она как бы стоит спокойно и течение уже само проходит через нее. То есть нет работы мышц. Я так понимаю, ты там работал до того, как открыл свое производство? Да, действительно. Я познакомился еще с самим фермером, когда работал в Украине. Фактически с его кузеном я познакомился в Чехии на конференции. Это была конференция, которую делала фирма Biomar, которая производитель Кермол. И там за круглым столом услышал я предложение, что не хочешь ли ты повысить свою квалификацию. Ты отработал у него и рядышком открыл свое производство. И в Украине у меня был план такой, чтобы сделать свое производство в переработке рыбы. И здесь шеф поддержал этот вопрос и я начал его развивать. В принципе, выдержал все нормы, оно все получилось успешно. Я получил авторизацию и вот мы уже три месяца работали. Отлично, а сейчас мы вам покажем, как происходит процесс копчения. Сегодня у тебя новинка продукции. И что мы сегодня будем делать? Да, я так думаю, что на самом деле сегодня исторический момент и в моем производстве. Ну не знаю, во многих ли местах в Дании делали осетра в последние годы. Сейчас вот в данный момент у нас есть засолена первая партия и мы его будем сегодня делать горячего копчения. Ну вот мы приехали непосредственно в место, где производят продукцию. Привет, а что ты нам привез? Я вам привез очень вкусную рыбку. Какую? Осетра. Супер, показывай. Давай. Откроем ее. Первый. Экзотика. Это стерлядь альбинос. С этой позиции у нас будет уже икра стерляди. Уникальная. Специфическая. А какая еще? А это гибрид. Это гибрид русского и сибирского. Вся упакована оригинально. Угу. А еще там был один гигант. Давай покажем ребятам. 13 килограмм. В меру предосторожности в первый раз. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Это отличный набор. Плюс голова босося. Уха королевская. Цель была и преимущество вот этого скрещивания гибрида русского и сибирского осетра. У сибирского осетра мясо более светлое, красное такое. А у российского оно дает более желтоватым цветом. А вот этот гибрид мы можем увидеть, что есть отложение жира и цвет мяса. То есть оно как бы получилось очень отличный комбинат. Видишь? Вот это у нас идет сейчас. Как мы начнем из эксклюзивчика. Это у нас будет стерпять альбинос горячего копчения. Это я думаю, через два-два с половиной часа мы уже его будем кушать. Ммм. Убирайте всю соль. Да. Убирайте всю соль. А теперь дадим. Копчение я делаю в процентном соотношении бук и вишни. Значит где-то 70% бука и 30% вишни. Вишня дает вкус, цвет, а бук тоже у него свои особенности. Это тепловый жар и тоже вкус такой ну нейтральный. Я тут особенно супер выражался. Так что все мы делаем нахуй. Кто это тут пришел? Кто шпионит? Рыбный инспектор здесь. Инспектор рыбный. Вот такой способ уникальный. Рыбка пойдет в то помещение. То есть эта осетрина будет горячего копчения. А сейчас мы спросим у Игоря в чем разница холодного и горячего копчения. Рамница на самом деле очень небольшая. В результате так и в процессе. Процесс горячего копчения это уже основа горячего. это поднятие температуры до 80-90 градусов. То есть и выдерживание каждого вида на определенное время. Например, я вот сейчас подняли до 99 градусов. Я уже его при закрыл и уже его останавливаю. И будем его удерживать на этом уровне. Холодное копчение, оно рассматривает более длительное время и при низких температурах до 25 градусов. В среднем, как я использую, это 22-23 градуса. Не больше. Ну и оно занимает 44 часа. Почти две сутки. И тоже нужно находиться здесь? Нет. Холодное копчение, оно более стабильное. Я копчу на опилках. Значит, все, этот процесс отрегулирован. Что опилки, ну, постепенно они сгорают, дают дым. И мы выдерживаем. Пилки дают и тепло, и дым. И выдерживаем его эти две сутки. И получаем плотно. Получается, это два разных помещения, да? Да. Вот это, что мы показали, это горячее? Да. Это два абсолютно, два абсолютно разных помещения. И тоже я его сделал по технологии, обделал его деревом, чтобы оно получало и удерживало температуру, и вкус, и запах, и натуральный. Для красоты тебя кушать не будут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, самое время пробовать? Да, да. Конечно. Оно уже пришло. Идем на дегустанцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы идете уже начинать, я передел, насколько я предупал. Давай, мы тебя ждем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Класс! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто класс! Сейчас попробую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хрустящая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ребята. А попозже мы поделимся эмоциями после эта рыбки. Рыбка была вкусная, ребят? Как вам рыбка? Рыбка супер. Рыбка супер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА